Поехали! Друзья, всем привет! Сегодня я отвечаю на ваши вопросы, коих в последнее время накопилось достаточно много. Вопросы будут такие. 1. Пригодятся ли знания курсов лес в других отраслях? 2. Зачем нужно знать информацию по индустриям при решении кейсов? 3. Почему набор стандартных структур нельзя использовать при решении кейса? Или, скорее, почему в этом будет мало смысла? 4. Как курс по тестам consulting tests поможет подготовиться к digital assessment? 5. Есть ли какие-то советы, как быть хорошим интервьюером? 6. Что такое детальный фидбэк? Что должно в него входить? Итак, пойдем по порядку. Начнем с как пригодятся знания на наших курсах в других индустриях. Как пригодятся знания наших курсов в других индустриях? Начать достаточно легко. Смотрите, а как пригодятся знания из консалтинга в других индустриях? Зачем люди идут в консалтинг, чтобы потом вырасти по карьере? Что они хотят получить от консалтинга? А хотят они получить умение структурированно мыслить, умение управлять проектом, понимать, как что устроено, умение аналитически мыслить, а также работать в крутой команде и бэджик о том, что ты успешный профессионал. Курсы, конечно, всего этого не дают, но они дают фундамент всех этих вещей. А именно, я бы сказал, две ключевые вещи. Умение принимать решения аналитически и умение структурировать работу. То есть, если вы заняты менеджментом, управлением проектом, людьми, либо если вам нужно принимать решения на основе аналитики, собирать данные, сравнивать альтернативы, выбирать, какая из них лучше, потом коммуницировать это решение каким-то стейкхолдерам, людям, которые заинтересованы в решении, то Курсов Лес в этом очень здорово помогут как раз. Потому что мы изучаем это самое структурирование, вот эти самые основы, как любую сложную вещь, любой сложный проект, любой сложный кейс, любой вообще что угодно, а кейс может быть совершенно любой, разложить на отдельные кусочки, которые суть воркстримы, отдельное направление работы ваших подчиненных. И потом проконтролировать, что все идет как по маслу, что вы понимаете, кто над чем работает. Потом вы можете синтезировать результат, посмотреть, какие получились выводы в разных направлениях, и из этого всего уже извлечь финальный результат. Если вы управляете людьми, вам нужно следить за кучей проектов, вам нужно структурировать работу, и потом понять результат, и донести его правильно до аудитории, то наши курсы как раз то, что вам понадобится. Работа с данными. Если вам нужно анализировать данные, разбирать большое количество информации, будь то качественной, будь то количественной, из нее извлекать суть, сравнивать альтернативы, и потом делать из них выводы какие-то и презентовать, то это опять же курс по консалтинг-тест, где огромную роль уделяется именно обработке информации и математическим выводам, а также курс по бизнес-джеджмент, где нужно на данные накладывать уже свое какое-то зрелое мышление и давать какие-то рекомендации. Будут как раз то, что вам нужно. В результате, если вы идете в консалтинг для того, чтобы стать будущим менеджером, либо сильным аналитиком для принятия решений, то курсы как раз пойдут вам на пользу в вашей карьере в любом случае, как бы дальше вы не двигались. Так, второй вопрос. Зачем нужно знать информацию по индустрии? Ну, смотрите, что такое кейс? Кейс – это структура, анализ данных и инсайты, брейнсторминг какой-то, математика и выводы промежуточные и финальные. Анализ индустрии, вообще знания из индустрии помогут практически во всех из этих частей. Особенно они помогут в структуре, в брейнсторминге и в анализе данных в инсайтах. Почему? Потому что они, эти знания, как раз дадут вам понимание, какие могут быть структуры, что есть важно, что не важно, на чем делать акцент, что можно пропустить, какую гипотезу стоит приоритизировать при решении кейса, а какая не важна. Например, если вы знаете, как устроен oil and gas, вы поймете, что основные деньги там сидят в апстриме. И при попытке найти точки роста для какой-то крупной транснациональной компании нефтегаза, вы поймете, что вряд ли вам нужно идти в мидстрим и даунстрим. Скорее всего, копать нужно именно в апстриме. То же самое касается и других каких-то индустрий, например, банковской. Если вы понимаете, как банковская индустрия устроена, вы тоже сразу найдете основные точки, куда двигать кейс и не будете отвлекаться на другие вещи. Ведь на кейсе очень мало времени, и чем лучше вы приоритизируете свою структуру, и чем лучше и качественнее вы ее подготовите, тем лучше вы решите кейс. То же самое касается инсайтов. Если вы знаете, какие инсайты где можно выводить и как их правильно донести, то кейс, считай, уже половина у вас в кармане. Опять же, если вы не знаете, как устроена индустрия, какие данные там могут быть вам полезны для принятия решений и какие могут быть косяки в этой индустрии, какие могут быть проблемы и риски, то, опять же, вы вряд ли сможете грамотно проанализировать информацию. Скорее всего, если вы хорошо умеете анализировать информацию, то сможете, но это все равно будет для вас гораздо сложнее, чем если вы возьмете и сразу, уже обладая знанием по индустрии, посмотрите на графики, которые вам дали, например. То же самое с брейнстормингом. Какие-то решения могут быть вполне адекватными. Там даже с точки зрения той же автоматизации, диджитализации производства. Если вы знаете, что сейчас актуально, вы легко можете это использовать в вашем брейнсторме. Если вы не знаете, то брейнстормить будет гораздо сложнее. Соответственно, потратите больше времени, в лучшем случае, а в худшем, просто не назовете идеи, и вам засчитают брейнсторминг как низкого уровня. При этом это не значит, что вы не умеете брейнстормить. Это лишь значит, что вы не обладаете нужными знаниями, которые брейнстормить вам помогают. И как раз вот эти знания, знания по индустриям, мы и даем на курсе бизнес-джеджмент, бизнес-мышление. Собственно, ради них курс и создавался. Поэтому, если хотите круто решить кейс, используя не только свое аналитическое мышление, но и какие-то знания, то вот как раз те знания, которые вам понадобятся. Три. Почему набор стандартных структур нельзя применять при решении кейса? Один наш студент сравнивал начало кейса с шахматами. В шахматах ведь есть стандартные начала, правильно, которые люди выучивают и потом разыгрывают. И есть стандартные эншпили. Вот вопрос, почему стандартные начала можно выучить в шахматах, но в кейсах они мало помогают? Тут вот в чем проблема. В шахматах начало стандартное вполне себе ограничено, и количество фигур, которые у нас есть, и количество возможных ходов тоже ограничено, а разумных ходов и того меньше. А проблема с кейсами в том, что это множество, в принципе, разумных и обоснованных ходов, оно гораздо больше. Грубо говоря, конь в кейсах ходит не только буквой «Г», и в кейсах есть не только конь. Соответственно, разучить просто конкретные шаги будет недостаточно. Например, ну, конечно, можно взять какой-нибудь совсем простой кейс, вот у нас упала выручка, что с этим делать? Мы смотрим на цену, мы смотрим на количество, мы смотрим на микс, пытаемся понять, что там произошло, что изменилось, и в этом раскопать, найти проблему. Но это какой-то простой старт, окей, это действительно похоже на шахматы. А что делать, если у вас кейс, например, как оценить эффективность вложения денег в обороноспособность страны? Или как нанять в футбольную команду лучших футболистов мира? Или что-то я недоволен своей жизнью, говорит партнер, я тоскую, что мне сделать? Все это реальные кейсы, все это встречается на интервью, причем даже на интервью в тройке. Поэтому приходится пытаться мыслить про эти кейсы не стандартными шаблонными фреймворками, которые люди часто любят использовать, а придумывать что-то свое. Здесь заучить не получится. Кстати, вот эти самые кейсы про обороноспособность страны, про футбол и даже про депрессию, если вам будет интересно, отдельно запишем, расскажем, как они решаются. Так что пишите в комментариях и ждите следующее видео. Четвертый пункт. Как курс по тестам подготовить к digital assessment? Смотрите, здесь важно разделять форму и содержание. Форма – это digital assessment. Содержание – это то, что digital assessment пытается оценить. Те навыки, которые digital assessment ищет в кандидатах, консультантах, будущих консультантах, чтобы те стали успешными консультантами. Форма изменилась. Раньше это был PST. До PST было какое-то другое модифицированное PST. Теперь это digital assessment. А содержание не меняется вот уже много лет. Я бы сказал, много десятилетий. Если мы посмотрим описание того же digital assessment, что они тестируют. Они тестируют вот такие навыки. Критическое мышление, принятие решений, мета-познание, системное мышление и оценка ситуации. Смотрите, все это мы делали и в рамках PST. Нам необходимо было развивать структурное критическое мышление. Мы искали, обрабатывали кучу данных, из них вычленяли главное, эти данные как-то анализировали, что-то с ними считали, делали на их основе выводы и потом давали рекомендации. Вот оно, критическое мышление. Принятие решений. Когда мы даем рекомендации, нам приходится принимать решения. Мета-познание. Мы следим за тем, как движется кейс, как мы решаем его, сколько времени мы тратим на что, как мы мыслим, чтобы сделать это мышление более эффективным. Ну и системное мышление и оценка ситуации, это когда мы смотрим на весь кейс целиком и не решаем отдельную задачку, пытаемся понять, как эта задачка здесь относится. Мы считаем, что необходимо развивать сами вот эти навыки, вот эти пять навыков, которые я здесь перечислил, а не форму, как они тестируются. То есть мы не будем учить вас, например, как играть, как строить коралловый риф или как играть вот в эту игру зомби против растений, растений против зомби, неважно. Потому что как вам в жизни пригодится игра растений против зомби? Никак. Поменяют Digital Assessment, вы, подготовившись к игре с зомби, будете неудел. А если окажется, что вы не проходите Digital Assessment, а если окажется, что Digital Assessment вам и не нужно, вы решаете не идти в консалтинг совсем, в итоге время, потраченное на подготовку чисто к Digital Assessment, будет тратой времени. Если не считать еще того факта, что Digital Assessment очень тяжело тестировать, то есть разработать даже нам материалы про Digital Assessment будет очень много времени. И непонятно зачем, потому что учат узкий, нигде не применимый в жизни навык. Мы стараемся учить людей применять критическое мышление, мета-познание и системное мышление на основе большего количества примеров, которые более релевантны в консалтинге, которые пригодятся не только в Digital Assessment, но и в тесте BCG, в тесте Bain, а также в кейсах всех консалтинговых компаний и не только консалтинговых компаний, да и в работе тоже. Вспомните начало видео, где я рассказывал про навыки, которые применимы за пределами консалтинга. Вот это вот то же самое. Мы стараемся, чтобы наш курс Consulting Tests учил критическому мышлению в Digital Assessment и за пределами него. Мы не используем растений против зомби или коралловые рифы, мы используем конкретные задачи из моего опыта работы в McKinsey. И судя по тому, что говорят наши студенты, им это помогает, потому что те, кто успешно проходили курс, все успешно потом сдавали Digital Assessment. Были те, кто неуспешно проходили курс, но при этом все равно проходили Digital Assessment. Но я не могу вспомнить никого, кто прям очень круто прошел курс, но не смог пройти Digital Assessment. Поэтому лучше подготовиться к чему-то более сложному и выстрелить очень круто на более легком упражнении, таким как Digital Assessment, чем отдельно готовиться к этому легкому упражнению, которое нигде больше не нужно, и потом просто жалеть о потраченном времени. Так, пятый вопрос. Пятый вопрос. Есть ли какие-то советы, как быть хорошим интервьюером? Смотрите, про это будет отдельное видео у нас на англоязычном канале Fless Pro. Кстати, подпишитесь, не пропустите. Рассказывать будет Влад Баскаков, автор курса Case Copilot. Я расскажу здесь суперкратко, но, надеюсь, без потери смысла. Интервьюер – это человек, который слушает и как-то взаимодействует со своим визави. Вот слушает – это как раз самый важный навык, которым должен обладать интервьюер. Нужно уметь очень внимательно слушать и внимательно записывать детально. Если вы вот это умеете, вы, на самом деле, уже будете лучше напарником-интервьюером, чем, не знаю, процентов 80 других кандидатов. Большинство людей не умеет слушать. Если вы научитесь, то вам, как партнеру, цены не будет. Ну, конечно, не хватает просто уметь слушать и подробно все записывать. Нужно ведь еще уметь из всего подробно записанного выделить главное. Если вы покажете своему напарнику по результатам кейса огромный такой список комментариев и замечаний, которые вы увидели по решению кейса, это будет лучше, чем ничего. Но это будет хуже, чем если вы покажете ему или ей короткий список такой action insights. Или лучше даже расскажете историю, как вы видите навыки человека сейчас, как он движется и что с этим можно сделать. Если вы сделаете фокус на главную, сможете выделить главное и правильно это донести до человека, то пользы от вашего коучинга как интервьюер будет в разы больше, чем даже от того, который просто внимательно слушает. Ну и, наконец, третье, что должен уметь интервьюер, это не демотивировать человека, с которым вы проводите интервью. Потому что если даже вы супер внимательный и супер сфокусирован, даете крутые инсайты, часто вы можете испортить вообще мотивацию человека и заставить его, ну если не бросить подготовку, то сильно начать неэффективно заниматься, просто сказав, что он, я не знаю, идиот, что у него нет шансов, либо просто там грубо ему показав, что вот смотри, вот слабое место, вот слабое место, вот-вот-вот. Если неграмотно донести до человека негативный фидбэк, толку от такого негативного фидбэка будет ноль. Ну или почти ноль. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите быть крутым интервьюером, постарайтесь не обидеть и не расстроить человека фидбэком. Но при этом будьте честны. Я знаю, что это сложно сделать, но потому и сложно быть хорошим интервьюером, и потому хороших напарников не очень много. Ну, никто не мешает вам стать таким напарником. Будьте внимательны, фокусируйтесь и не демотивируйте своих напарников. Так, шестой вопрос, наконец. Что такое детальный фидбэк? Что должно в него входить? О, вот этот вопрос нужно отправить Евгению Лугачеву, преподавателю бизнес-мышления, потому что он дает самый-самый детальный фидбэк, который я когда-либо видел за все мои годы преподавания, а до этого еще за все мои годы как кандидата. Тяжело быть таким скрупулезным и внимательным ко всему человеку, как Евгений. Он дает фидбэк по 27 параметрам. Мы вместе с ним когда-то эти параметры обсуждали, выписывали, и вот он умудряется супер внимательно на них смотреть и практически по каждому в каждом кейсе что-то говорить, причем что-то важное, что-то супер такое insightful, и доносить это до кандидата. Там есть пять групп. Это группы чисто по контентным параметрам. Структура, расчеты, анализ данных и инсайты, брейнсторм, а также выводы и рекомендации. Ну, в принципе, группы стандартные, не стандартные, наверное, детализация, которая там есть, но это в последующем видео дадим слово Евгению, он расскажет. Там же он, наверное, расскажет о том, как он смотрит на коммуникационные навыки человека. То есть не просто контент, а именно коммуникация, как человек доносит свои идеи до интервьюера. Тут он смотрит на, по-моему, где-то шесть вещей. На краткость, при этом уверенность, а также энергичность, чтобы не засыпалось. Были такие случаи, когда человека на интервью разворачивали за отсутствие энергии в рассказе. Серьезно. Потом убедительность или красота речи. Приятно ли человека слушать или раздражает, несмотря на всю его энергичность и уверенность. Потом доброжелательность. Не хочется проводить интервью с каким-нибудь засранцем. Поэтому важно not to be an asshole. Вот это как раз то, что тоже учитывается в интервью, хоть зачастую и неформально. И, наконец, шестой навык коммуникации – это профессионализм. Насколько действительно в человеке можно увидеть консультанта будущего? Или все-таки это, не знаю, какой-то там незрелый студент. Вот эти все навыки, вот эти все параметры Женя отслеживает. Я думаю, что ему стоит подробнее рассказать про фидбэк, ибо он здесь гуру. Но мы дадим ему слово в одном из последующих видео, либо, кстати, в офисных часах. А если будут какие-то конкретные вопросы, тоже в комментариях пишите, мы на все ответим. Так, ну все вроде бы. Как пригодятся знания в разных индустриях? Зачем нужно знать информацию из бизнес-мышления? Почему набор стандартных структур не работает? Как курс по тестам подготовки к диджитал-ассессменту? Какие есть советы, как быть хорошим интервьюером? И что такое детальный фидбэк? Вот шесть штук. Все рассказал. Надеюсь, вам было полезно. Если еще что-то осталось непонятным или хотите куда-то направить наше следующее видео, напишите, пожалуйста, это в комментариях. Тоже все читаем, и если даже не можем отвечать, то постараемся это учесть при подготовке следующего видео. Ну и не забудьте полайкать, жмякнуть, как говорит Дима Соколов, колокольчик, подписаться, если не подписались, и ждать следующего нашего видео. Спасибо, что смотрели. До скорого. Спасибо.